У нас уже время 11 часов, давайте мы с вами тогда начнем вебинар. Если кто-то будет подключаться по ходу вебинара, я думаю, что мы сделаем запись и предоставим всем участникам, тем, кто запросит запись этого вебинара. Итак, еще раз доброе утро. Итак, начинаем наш вебинар, посвященный автоматизации процесса управления совещаниями с помощью Netology и Flow BPM. Меня зовут Наталья Калиманова, я являюсь генеральным директором компании AssetLine, а вы лидер-дистрибутора по решениям Netology в России и странах СНГ. Сегодняшний наш вебинар по автоматизации процесса управления совещанием связан. Идея этого вебинара возникла прежде всего из-за того, что мы сейчас работаем в условиях огромной многозадачности. И та информация, с которой нам приходится сталкиваться каждый день, и то, что нам надо вспоминать, что кому поручено, что кто должен выполнить, что нужно не забыть и так далее, эта многозадачность, она растет с каждым днем. В условиях того, что многие сейчас работают в режимах хоум-офиса, распределенных офисов и так далее, мы сталкиваемся с тем, что просто многие дела либо забываются, либо не выполняются, либо происходят с ошибками, люди работают с выгоранием, и все это, так скажем, оказывает отрицательное влияние на бизнес. Гораздо проще использовать современные цифровые технологии, такие как, например, не тот же и Flow BPM, для того, чтобы избежать ненужных никому ошибок, убрать ненужные риски, выполнить то, что должно быть выполнено в срок, и проконтролировать выполнение тех процессов, которые должны проходить в организации. Итак, сегодняшний Сергей, можно тогда, Сергей мне сегодня будет помогать, Сергей проведет, Сергей Лемуков, технический директор компании SETLINE, сегодня он поможет мне и с технической частью презентации, и будет проводить демонстрацию, ну и также будет вам помогать с переключением первых слайдов. Итак, сегодня, значит, у нас вся наша встреча разделена на несколько частей. Сначала мы расскажем о продукте, о технологиях, и покажем пример этого процесса, который мы сегодня будем, который у нас находится в фокусе, пример процесса управления совещаниями. И дальше мы оставили время для того, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы. Сегодня в нашем сегодняшнем вебинаре принимают участие как наши специалисты технические, консультанты, так и специалисты компании Вендера, компании Нетолоши. Здесь присутствуют Хару Норман, Нил Томсон, Эс Ракош. Поэтому мы можем, если будут вопросы, которые потребуют перевода, там, допустим, на английский язык, пожалуйста, мы можем помочь. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Значит, ну, как я уже говорила, мы сегодня говорим о процессе управления совещанием, мы построим алгоритм этого процесса в виде понятной схемы и рассмотрим, как красиво и удобно можно этот процесс выполнить в интерфейсе FlowBPM. Что у нас сегодня останется за кадром? За кадром у нас останутся сегодня два момента, которые мы можем обсудить дополнительно. Во-первых, это то, что у Нетолоши и FlowBPM есть очень удобный мобильный клиент. То есть, в принципе, вы можете поставить приложение на ваш мобильный телефон и контролировать ваши процессы из любого места, где вы находитесь на сегодня. Но так как в режиме вебинара это сложно достаточно демонстрировать, слишком много переключений и так далее, вот сегодня мы это оставим за кадром, это можно будет просто обсудить дополнительно с теми, кому это будет интересно. Вот. И еще мы подготовили достаточно большой видеоматериал, видеоролик на YouTube. длительность этого видеоролика больше часа. Но мы постарались там по шагам показать, как настраивается вот тот процесс, о котором мы сегодня будем говорить. То есть, в принципе, получается так, что где-то примерно за час времени вы можете настроить этот процесс самостоятельно, используя этот видеоролик, либо как бы предложить нам, либо представителям компании Netology помочь вам в этом процессе. Пожалуйста, следующий слайд. Прежде чем рассказывать вот о процессе, мне хотелось бы сказать пару слов буквально о том, почему вот Netology и Flow BPM. Основные преимущества. Ну, во-первых, настройка без программирования. Очень удобные кубики, которые вы можете методом драка-друг перетаскивать, соединять в виде процессов. Эти кубики понятны аналитикам, не программистам. Поэтому человек, который является автором процесса, понимает, как этот процесс должен работать в организации, легко может справиться, собственно, с какой-то модернизацией этого процесса на лету. Легкая, достаточная интеграция с имеющимися в инфраструктуре продуктами. По вопросам интеграции мы подготовили дополнительный слайд. Могу только заметить, что достаточно часто остаются вопросы по интеграции с 1С, там и другими часто используемыми в России и с НГ продуктами. Пожалуйста, это все можно сделать. Доработка на лету с поддержкой версии. Действительно, когда у вас приходит мысль, как сделать процесс лучше, что нужно добавить, что нужно изменить в вашем процессе, вы сможете в демонстрационной версии, которая идет параллельно, так скажем, с уже работающей версией, поправить ваш процесс, отладить его, и после этого его запустить уже в работу. Поддержка облачных технологий. На сегодня в России Netology и Flow проинсталлированы в Яндекс.Облаке. Есть также у всех заказчиков возможность использовать продукт в облаке Netology. Помимо этого, вы всегда можете использовать ваше частное облако, либо инсталлировать продукт on-premise. Пару слов буквально забегая вперед о лицензировании. Лицензирование возможно как нормальной версии постоянной с поддержкой maintenance, так и ежемесячными платежами там или ежеквартальными в соответствии с, так скажем, постоянными платежами, которые приходят, допустим, на адрес вашей компании, если, ну, как бы бизнес построен таким образом. Поэтому, опять-таки, это тоже удобно. Поддержка веб-клиентов и мобильных клиентов, в частности, кратко о мобильном портале я вам сегодня рассказала. Веб-интерфейс мы также вам сегодня продемонстрируем. Мультиязычность. Поддерживается большое количество языков. Мы сегодня покажем вам, как легко можно переключиться с русского, допустим, на английский или там турецкий, азербайджанский, английский, польский и другие языки, которые там английский, немецкий, французский, которые поддерживаются в системе. Это действительно очень удобно, и те специалисты, которые работают в международных компаниях, могут это, в общем-то, очень хорошо оценить. Ну и в системе есть встроенные средства контроля процессов, то есть это как раз то, что снимает с нас основную нагрузку по тому, чтобы пользоваться этим средством для своей ежедневной работы. Пожалуйста, следующий слайд. На этом слайде несколько логотипов, примеров тех компаний, которые используют на сегодняшний день Netology и Flow BPM. На нашем сайте есть примеры, как используются эти технологии в компаниях Fupa, Lift и Mason Mante, а также короткая история успешного внедрения в компании по доставке еды SMETI. Это немецкий бренд с турецкими корнями, который очень популярен, так скажем, доставке еды. В России, в Москве Netology и Flow BPM работают в крупной строительной компании Antec. Компания ведет застройку и в районе Москва-Сити, и является одним из основных подрядчиков московского аэропорта Домодедова. Мы были как бы в компании, смотрели эти процессы, они были внедрены там напрямую из компании Netology. И сейчас компании используют Netology и Flow для того, чтобы согласовывать вопросы, касающиеся оплат. Все закупки строительных, комплектующих, очень много ведутся также в этой системе. И в этой же системе ведутся кадровые вопросы. То есть сфера применения не тот же, она гораздо шире, чем тот процесс, о котором мы сегодня рассказываем. Если у вас будут какие-то вопросы по тому, какие процессы вы бы хотели автоматизировать в вашей компании, вот мы готовы это с вами обсудить. Также я сюда добавила в нашу презентацию пару слайдов о нашем опыте внедрения. С 2012 года наши команды принимают участие в конкурсах проекта Годы. Так или иначе, во многих проектах мы настраивали и автоматизировали различные бизнес-процессы. Вот на этом слайде перечислены те компании, которые выдвигали сделанные нами проекты на конкурс проект Годы и становились номинантами, победителями этого конкурса в различные годы. Ну и на следующем слайде те компании, с которыми нам в те или иные годы наша команда доводилась работать. То есть опыт у нас достаточно большой. Сейчас я хотела бы передать слово Сергею Лемукову, который расскажет кратко о технических моментах об архитектуре решения, в интеграциях и так далее, а также проведет демонстрацию, расскажет о нашем процессе управления совещаниями, который у нас сегодня в фокусе. Пожалуйста, Сергей. Спасибо, Наталья. Меня слышно? Алло. Да, Сергей, прекрасно слышно. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Теперь перейдем к следующей части нашей презентации сегодняшней и поговорим очень коротко о архитектуре решений от Netology и Flow BPM. Значит, система архитектурная достаточно простая, то есть все настройки находятся в базе данных, поверх нее реализован так называемый BPM-движок, то есть веб-приложение, которое обеспечивает взаимодействие интерфейсов пользователей, собственно, с базой данных и автоматизацию различных задач, то есть отсчет различных временных интервалах в рамках модели процессов, там рассылка уведомлений и так далее. Вокруг этого движка реализован ряд интерфейсов. Прежде всего, это веб-клиент, с которым работают пользователи в виде веб-портала. Вообще система полностью построена по веб-технологиям, то есть никаких толстых клиентов, требующих инсталляции на рабочее место пользователя, здесь не требуется вообще, то есть все работает через веб. Средства администрирования, средства настройки процессов также реализованы в виде веб-технологий. И отдельно есть подсистема, которая обеспечивает разработку, соответственно, отчетов. Все это реализовано в виде общего веб-интерфейса. Значит, и есть отдельные модули, которые отвечают за интеграцию с различными внешними системами, это и сквозная авторизация через Microsoft Active Directory, это и рассылка уведомлений по электронной почте, а также создание различных запросов на основе входящих email-сообщений и средства интеграции с различными внешними системами. Ну, собственно, вот такая архитектура достаточно простая, в то же время очень функционально полная и гибкая. Значит, одним из ключевых элементов системы является среда разработки процессов, это графическое веб-приложение, где вы дракон-дробом из готовых кубиков строите ваши бизнес-процессы, в общем-то, любой степени сложности. Ну, 98, скажем так, 99% настроек не требуют программирования вообще, максимум это написание маленьких таких на языке выражений скриптов, обычно, которые не более одной, там, двух строчек. Вот, все остальное как бы полностью визуально настраивается. Как работает и немножко о том, как настраиваться, мы сегодня поговорим на практической части во время нашей демонстрации. Значит, в системе можно гибко настраивать электронную форму, то есть, когда ваш пользователь работает с процессом, он должен вводить какую-то информацию, какую-то информацию, смотреть на различных электронных формах. Здесь настраиваться все очень просто, вы создаете любое количество различных информационных полей для любого объекта, например, для какой-то вашей заявки, и с помощью вот такого интерфейса устанавливаете, какие поля должны отображаться, какие обязательны для редактирования, например, или ввода данных, и, соответственно, какие доступны только на чтение. Таким образом. Дизайнер отчетов позволяет строить, собственно, отчеты любой также степени сложности. Можно их отображать на информационных панелях в виде там таблиц, списков, различных графиков, диаграмм и так далее. Принцип построения отчета также drag and drop, то есть мы накидываем на чистый лист различные кубики, и они визуализируют нашу информацию. Кроме того, настраивается фильтрация по различным признакам и так далее. Ну и отчеты можно экспортировать в различные внешние форматы, там, в печатную форму, например, там, в формате PDF, либо экспортировать в Excel, в электронной таблице и так далее. Есть встроенные средства администрирования, гибкая система разделения прав доступа, то есть в системе можно ввести, соответственно, каталог внутренних пользователей, обеспечивать для них сквозную авторизацию через Active Directory, назначать им права доступа через членство в различных системных и кастомных группах. И, соответственно, на эти группы назначать необходимые права доступа. То есть, когда пользователь заходит в систему, он может регистрировать только те процессы, на которые у него есть соответствующие права доступа, видеть только те, соответственно, заявки, которым ему предоставлены необходимые права доступа и в рамках автоматизированного процесса выполнять только те действия, опять же, на которые он имеет права доступа. Про средства интеграции с внешними системами немного уже говорил. Здесь поддерживаться кроме интеграции с Active Directory, с системами электронной почты, также доступ непосредственно к внешним базам данных. Вы можете читать информацию из любой внешней базы данных, вы можете реагировать на события, например, появление строчки в какой-нибудь табличке в базе данных 1С, что-то зарегистрировали, например, в вашей бухгалтерской системе, и по этому событию у вас должен стартовать какой-то процесс в системе Netology. Вот такие задачи также реализуемы. Можно модифицировать информацию во внешней базе данных также непосредственно в рамках процесса в системе Netology. Веб-портал пользователя мы сегодня более детально рассмотрим на практике. В общем-то он выглядит вот таким образом, как, что там работает, как настраиваться, мы тоже сегодня посмотрим. Есть мобильный портал, он доступен для операционных систем Android и iOS. Он требует инсталляции на рабочее место, соответственно, пользователя на ваше мобильное устройство. Портал содержит все необходимые функции для работы ваших сотрудников. То есть можно регистрировать заявки, можно просматривать свои заявки, можно интерактивно прямо через мобильное приложение смотреть модель процесса и текущую точку на этой графической модели процесса. То есть там графика и тексты, и таблички все поддерживается. Настраивать систему через мобильный телефон нельзя, то есть там рисовать модели процессов. Но я думаю, на практике на таком маленьком экране это вряд ли, в общем-то, кому-нибудь потребуется. Собственно, вся вступительная часть. И предлагаю перейти непосредственно к демонстрации. Если у вас будут возникать какие-нибудь вопросы, можно их вбивать в чат. И в конце у нас выделено время, мы на них ответим. Стенд у нас развернут такой территориально распределенный. Мой коллега Владимир сейчас находится в Подмосковье. И на его ноутбуке вот поднята инсталляция нашей системы. Я сам сейчас нахожусь, вообще говоря, в Ярославской области, то есть за несколько сотен километров до нашего стенда. И через удаленный доступ мы сейчас проведем демонстрацию. Ну и еще наш коллега-аналитик тоже Владимир, он находится в Москве и тоже готов подключиться, если будут какие-нибудь вопросы. Значит, для того, чтобы зайти в систему, мы используем браузер, вводим соответствующий адрес. Неважно, находится ли система у нас локально, либо она инсталлирована удаленно. Здесь нас встречает вот такой красивый синий попугай. Значит, мы видим сейчас окно входа в систему. Оно кастомизируется, то есть можно поменять вот данную картинку вместо попугая, разместить какую-то информацию, например, о вашей компании, либо там о ваших пользователях, либо еще что-то. Можно менять логотипы, можно управлять шрифтами. При регистрации есть такое поле, которое называется «Компания». Система, как уже Наталья говорила, она может использоваться как локально в вашей инсталляции, так и через облачный сервер, сервис. Если вы приобретаете именно облачное решение, то вам выделяется некий номер компании, который вы сюда будете выводить, потому что в рамках одного облака может поддерживаться большое количество компаний. Если вы инсталируете систему локально, обычно вы работаете вот с компанией номер ноль, но никто вас не ограничивает, вы можете создавать отдельную компанию. У каждой компании будут свои пользователи, свои процессы, они изолированы между собой. Но, в принципе, можно сквозную как бы отчетность тоже строить, если будет такая необходимость. Ну и, соответственно, здесь мы вводим логин, пароль для того, чтобы зарегистрироваться. И нажимаем кнопочку «Войти». Происходит регистрация пользователей в системе. Ну вот на ноутбуке это работает не мгновенно. В облачном сервисе, либо при инсталляции на полноценном сервере, вот эти все процессы, они происходят очень быстро и занимают там менее 1-2 секунд. Загружается в веб-интерфейс систему. И мы попадаем в такой достаточно простой и в то же время функциональный веб-портал. Здесь первое, что мы можем сделать, это переключиться в нужный язык. Вот все поддерживаемые языки мы видим здесь. Если мы перейдем, например, на английский вариант, все интерфейсы сразу перестроятся на нужный нам язык. Причем, включая и интерфейсы самого портала, то есть вот эти вот внешние там менюшки, там боковые меню и так далее. И, собственно, любой атрибут, любой формы, которую вы создаете в данной системе, он также локализуется на любой из поддерживаемых языков. Давайте вернемся на русский. Ну и теперь давайте мы немножко поиграем, значит, создадим в нашей системе совещание и посмотрим, как оно отрабатывается с точки зрения пользователя для начала. Потом немножко посмотрим, как это все настраивается. Значит, для того, чтобы создать совещание, мы щелкаем вот по такой вот кнопочке как бы наша домашняя страница. И здесь мы видим в древовидной структуре, ветки которого можно вот таким образом сворачивать и разворачивать, все наши процессы, которые доступны для пользователя, который в данный момент зарегистрировался в системе. Ну, у нас в данном случае это тестовый стенд. Здесь есть несколько тестовых процессов. Процессов у вас может быть сколько угодно много. Система не делает здесь каких-либо технических ограничений. Чтобы быстрее найти процесс, можно использовать вот такую вот строчку поиска. Ну и, как я уже сказал, здесь отображаются только те процессы, к которым у нас есть права доступа, что мы можем этот процесс инициировать. Давайте выполним процесс регистрации совещания. Система, чтобы мы по ошибке как бы там не нас создавали ненужных процессов, предлагает нам подтвердить, что мы действительно хотим начать новый процесс. Подтверждаем. И, соответственно, дальше у нас подгружается формочка регистрации нашего совещания. В нашем примере эта формочка очень простая. Значит, здесь фиксируется номер совещания. Система назначает его автоматически. Автоматически подставляется текущая дата. Это дата нашего совещания. И вот здесь мы с вами вводим тему нашего совещания. Ну, давайте в качестве такого игрового примера предположим, что мы хотим организовать, скажем, выступление на какой-то конференции. Называем его организацией конференции. Значит, система автоматически проставляет значение поля статус совещания. И дальше по мере работы нашего процесса, а процессы могут быть очень сложные и ветвистые, также этот статус можно менять. Сюда можно добавлять на самом деле любое количество любых полей. Форма полностью настраивается, как и любая форма в этой системе. Дальше по мере проведения нашего совещания мы хотим зафиксировать некие задачи, которые мы будем назначать участникам нашего совещания. Давайте таких задач мы несколько добавим. Значит, ну первая задача, допустим, разработать презентацию. У задачи у нас есть, соответственно, плановый срок выполнения. Мы его должны будем ввести в соответствующее поле дата. Секундочку. Удаленный режим накладывает свои вещи. Вот информация по каналам связи передается не мгновенно сейчас. Открывается у нас вот такое окошко, и здесь мы из календаря можем выбрать требуемую нам дату. Следующим пунктом здесь мы указываем ответственную, то есть на кого будет назначена данная задача в рамках нашего совещания. Здесь подгружается список. Можно использовать здесь как встроенную базу данных системы, и, соответственно, встроенных пользователей. Можно использовать какую-то внешнюю табличку из внешней базы данных. Ну давайте первую задачу назначим на пользователя admin. Можем добавить еще пару задач. Давайте, допустим, проверить презентацию. То же самое назначим на нее какую-то дату. Так, и назначим здесь другого пользователя. Допустим, Джон. И можем добавить третью задачу. Допустим, проконтролировать. Все работы на кант руководителя. Вот и, соответственно, давайте там на кант 21 число ее назначим. Вот и отвечает у нас за все Пушкин. Пользователи я тут таких насоздавал. Значит, после того, как мы заполнили формочку, мы можем ее просто сохранить и по процессу пока никуда дальше не двигаться. Значит, то есть заявка у нас как бы в системе появилась, но как бы движения по ней пока никакого нет. Любой процесс мы можем вот здесь из падающего списка выбрать другого ответственного и переназначить его сразу. Вот это действие можно пользователю запретить. То есть, возможно, у вас какая-то жесткая схема там вот фиксированных назначений в рамках вашей модели процесса, тогда эта кнопка просто будет недоступна. Кроме того, здесь есть кнопка переназначить автоматический процесс на того, кто его создал в данном случае, тоже для ускорения. Значит, вот по такой кнопочке доступно еще несколько действий. Можно распечатать данную страницу в виде отчета. Ну, например, протокол по результатам нашего совещания вам может понадобиться. Соответственно, его можно вывести на печать. Можно посмотреть детальную информацию о процессе. Это такой пункт меню статус процесса. И можно посмотреть на графической схеме модель данного процесса. И, соответственно, вот здесь зеленая стрелочка показывает конкретное место, где мы в данный момент находимся. Вся бизнес-логика процесса полностью отображается вот на такой вот графической схеме. Значит, здесь я немножко вернусь к слайдам, и мы немножко поговорим о теоретической части нашего процесса. Вообще процессу удобно вначале строить в виде такого вот блок-схемы. И в такой форме его просто удобнее обсуждать с вашими пользователями. Здесь мы не загромождаем его какими-то техническими нюансами. Какие атрибуты как вычисляются, например, и на каком шаге. Но здесь мы можем понять общую бизнес-логику процесса. И вот наш демонстрационный пример, он состоит из нескольких ролей, нескольких шагов, соответственно, процесса. Мы сейчас с вами занимаемся регистрацией нашего совещания. То есть находимся вот здесь, заполняем нашу, соответственно, формочку. И, как мы видели, формируем наш вот этот список задач. Что у нас должно произойти дальше? Дальше система должна этот список задач автоматически обработать. И по каждой введенной строчке создать отдельный процесс, то есть отдельную задачу, которая будет обрабатываться каждая по своей индивидуальной схеме. Каждая задача назначается автоматически на исполнителя, которого мы в этой табличке указали. Этот исполнитель должен получить уведомление на электронную почту о том, что на него назначена соответствующая задача. Дальше он руками должен выполнить соответствующие работы, например, как в данном примере, разработать презентацию, скажем так, и ввести в систему отчет по результату этих выполненных работ. Дальше система автоматически отправляет уведомление инициатору совещания о завершении соответствующей задачи, закрывает задачу и закрывает сам процесс обработки задач. Ну и так по каждой задаче в параллельном режиме у нас эти работы, соответственно, будут выполняться. Вот вернемся в консоль нашей системы. И вот эта блок-схема в нотации описания, соответственно, системы Netology и Flow будет выглядеть вот таким вот образом. Здесь мы видим гораздо более детальную информацию по, соответственно, нашей модели процесса. То есть мы видим вот здесь, что происходит регистрация по нашей гиперссылке соответствующей заявке в системе. Дальше автоматически проставляется и дата создания, формируется номер совещания, формируется электронный адрес инициатора процесса и переключается статус в состояние «создано». Сейчас мы находимся вот здесь, как показывает данная стрелочка, то есть у нас открыто окошко интерфейса для регистрации нашего процесса. Отсюда мы можем добавить вот такую кнопочку в систему, которая называется «создать задачи». И пока мы ее не нажмем, процесс у нас будет находиться вот на данном шаге. Сюда мы можем добавить так называемый таймер. Вот здесь есть такая ветка просроченной, то есть проконтролировать время выполнения этой операции. Сейчас это не реализовано, но если такая необходимость есть, то, например, при истечении срока данного шага мы можем, скажем, отправить инициатору или там руководителю какое-то электронное сообщение и можем запустить вообще целую ветку обработки вот этой исключительной ситуации. То есть если на каком-то шаге процесс у нас просрочен, мы можем кидать уведомление, переназначить его на другого пользователя и так далее, и так далее. И потом, например, либо вернуться назад, либо выполнить еще какие-то действия автоматически, либо ручные. Значит, дальше у нас в интерфейсе появляется вот такая кнопочка «Создать задачу». Мы ее предусмотрели на схеме процесса и, соответственно, ее мы видим в нашем пользовательском интерфейсе. Вот она здесь появилась. Значит, она доступна именно на этом шаге процесса, а не на каком-либо другом. Если мы таких веток нарисуем несколько вот с такими действиями, так называемыми, да, на данном шаге процесса, то все они тоже появятся в интерфейсе. Таким образом можно строить как бы логическое ветвление ручное, да, нашего процесса и добавлять различные там ветки, например, последовательно-параллельного согласования, либо еще, ну, практически любую бизнес-логику таким образом можно закладывать. В данном примере, когда мы нажимаем на эту кнопочку «Создать задачи», значит, у нас система автоматически находит количество строк, которые мы ввели в список задач, и запускает вот такую полностью автоматическую ветку, циклическую, которая создает эти задачи по введенному нам в списку. Формируется, соответственно, заголовок задачи, дата ее завершения, назначает соответственный, вычисляется его электронный адрес, куда кинуть ему уведомления. Соответственно, происходит напрямую цикл, чтобы мы выбрали все задачи из этого списка. И дальше процесс ветвится таким образом, что по каждой вот этой итерации создается соответствующая задача и запускается по своей схеме процесса. После того, как все задачи созданы, у нас система переводит наш процесс в статус «Завершено» и переходит, соответственно, в кубик, который называется «Завершено». То есть наш процесс на этом шаге завершается. Вот таким образом мы как бы работаем. Каждая задача будет отрабатывать по своей схеме процесса, мы ее тоже посмотрим. И, соответственно, пока последняя задача не будет закрыта, у нас, в общем-то, обработка данного совещания не завершится. Ну, давайте теперь двинемся дальше и назначим кнопочку «Создать задачи». Значит, сейчас у нас, как я уже показывал, по схеме процесса отработал цикл и необходимые задачи создаются в системе. После обновления нашего интерфейса, так как мы находимся в системе сейчас под пользователем с административными правами, он видит по умолчанию не только свои задачи, но и задачи, назначенные на других пользователей. Значит, здесь в списке по каждой задаче отображается как бы процесс, по которой обрабатываются задачи. Этих процессов, как я уже говорил, будет много у вас, и вы будете сразу понимать, ну, к чему эта задача относится. На каком шаге находится процесс, да, выполнения задачи, например. Соответственно, вот в эту строчку можно вставлять любую информацию о самой задаче. В данном примере сюда подставляется только, ну, собственно, содержание задачи и дата, планируемое ее завершение. Можно вводить сюда любые другие параметры. Ну, и также мы видим, кто создал эту задачу и кто в данный момент назначен на ее исполнение. Как я уже сказал, администратор видит не только свои задачи, но и задачи других сотрудников. Кроме того, вот здесь есть кнопочка, которая позволяет задавать фильтры, и мы можем как бы настраивать, какую информацию здесь отображать. Примерно отображать только информацию по какому-то конкретному процессу, а не по всем процессам, настроенным в системе. Для того, чтобы обработать задачу, исполнитель нажимает вот такую кнопочку «Начать». Открывается окошко уже нашей задачи. У нее свой набор атрибутов. Мы здесь видим, собственно, какую задачу нам нужно выполнить. Окошко также настраивается. То есть можно, например, добавлять сюда детальное описание задачи, либо даже вставлять сюда какие-то дополнительные таблички. Можно сюда добавлять при необходимости под задачи. И так далее. Вплоть до бесконечности можно выстраивать какую-то вот эту цепочку работ. Значит, в данном случае мы видим здесь также ответственного, планируемую дату завершения задачи. И мы видим, на какие электронные адреса в нашем примере будут отправлены e-mail, соответственно, ответственному, который является исполнителем по данной задаче, инициатору, кто назначил ему эту задачу. Значит, отсюда мы также ее можем переназначать на другого исполнителя. И по задаче мы также можем посмотреть электронную схему ее обработки. Мы также видим, на каком статусе мы находимся. Эта схема уже гораздо более простая. Здесь задача зарегистрировалась у нас автоматически, ей присвоился статус «В работе». направлено было уведомление ответственному по данной задаче. И сейчас мы находимся вот на этом шаге. Мы смотрим наше электронное окошко, и отсюда мы можем эту задачу завершить. После завершения у нас уйдет уведомление инициатору, что задача завершена. И, соответственно, статус задачи переключится в статус «Завершена», и она завершается. Ну и обращаю ваше внимание, если нам нужно будет контролировать какие-то сроки по задаче, то вот здесь есть соответствующая веточка, которая позволяет, например, по истечении срока назначенного на выполнение задачи, либо через какие-то контрольные точки относительно этого срока, скажем, отправить уведомление руководителю более высокого уровня, либо еще выполнить какие-то автоматические действия, скажем, переназначить данную задачу на другого исполнителя. Таким образом обрабатываются у нас задачи. Ну и здесь мы задачу можем завершить. Но, обращаю ваше внимание, в системе в данном случае предусмотрено, что вот это поле именно для этой ветки является обязательным для заполнения. Если бы у нас были, например, какие-то другие ветки, там, скажем, переназначить исполнителя, либо там что-то согласовать, или еще какие-то другие элементы бизнес-логики, мы могли бы контролировать какие-то другие атрибуты, чтобы они являлись обязательными для выполнения именно какого-то конкретного действия в рамках данного процесса. Также поля можно делать, ну, глобально обязательно. Например, мы бы сюда добавили там поле, скажем, отсчет или там еще что-то, сделали бы его обязательным на уровне данного окна. Тогда независимо по какой ветке мы хотим двигаться, пользователь должен будет это поле заполнить. Ну, давайте здесь напишем, что создал, да, презентацию, допустим, создал. Вот, и после этого мы уже нашу задачу можем завершить. Значит, после того, как задача завершается, она пропадает из списков, да, назначенных в задачу соответствующих исполнителей. Ну, как я уже говорил, вот в нашей системе здесь предусмотрено несколько преднастроенных таких списков, с которыми мы можем работать. Помимо, как бы, вот списков, которые мы можем делать вот с помощью фильтрации, здесь есть вот такие вот коробочные, как бы списки, здесь вот наша задача, она никуда не пропадает, мы ее в любой момент можем, несмотря на то, что она завершена, открыть и посмотреть по ней необходимую информацию. Вот, собственно, под администратором здесь можно не только работать в системе, можно выполнять ее различные настройки. Вот, обращаю ваше внимание, здесь есть такой верхний меню админ, и, соответственно, отсюда мы можем видеть различные функции администрирования системы. Мы можем управлять пользователями, группами, там, источниками данных и так далее, и так далее, а также смотреть системные логи по нашей системе. У представителей других ролей состав меню верхнего, соответственно, тоже будет меняться, и определенные задачи они, в частности, по администрированию системы, выполнять под своими ролями не смогут. Давайте выйдем из-под администратора и зайдем по другим пользователям. Пусть это у нас будет, допустим, пользователь Джон. Так, сейчас мы переключимся на язык. Здесь у нас подключались к данному стенду коллеги из Турции, и пришлось на несколько языков поднять в локале операционной системы, поэтому переключение не всегда происходит очень прозрачно. Так, и пароль вводим. Соответственно, после того, как мы заходим под другим пользователем, он у нас является рядовым, вот, он видит только свою задачу, которая назначена непосредственно на него. У него уже нет никаких функций администрирования системы, хотя некоторые свои локальные настройки он может здесь изменять. В частности, там, пароль свой поменять, локализацию системы поменять, там, и так далее. Ну, и все функции поиска, там, и различные списки для данного пользователя также доступны. Так, ну, соответственно, вот наша задача сейчас находится в работе. Мы ее отсюда можем открыть и... Упс. И начать с ней работать. Здесь он видит ту же самую форму работы, в общем-то, задачи. Единственное, задача здесь уже другая. Вот, она тоже обрабатывается по такой же схеме задачи, как и предыдущая, которую мы с вами смотрели. Вот здесь мы можем помимо, собственно, схемы задачи, посмотреть еще более детальную информацию по ней. Здесь есть вот такая вот отдельная вкладочка. И графическую схему можно открывать, собственно, и отсюда, если у вас есть права доступа к данной схеме. Вот, обращаю ваше внимание, вот данному пользователю эти права не предоставлены. И как в самой менюшке, да, которую мы с вами открывали через вот эти вот три точки действия, посмотреть график у нас нет, да. И, соответственно, через статус процесса, через детальную информацию по данной задаче, мы тоже эту графическую схему именно под данным пользователем посмотреть не можем. Права, ну, делятся в системе достаточно гибко. Здесь мы также должны ввести там описание решения, да, он у нас что должен будет проверить. Мы пишем «Проверил нашу презентацию» и нажимаем кнопочку «Завершить задачу». После того, как задача завершена, она, соответственно, пропадает из списка дел нашего пользователя. Ну, и давайте под вторым пользователем посмотрим. Это пользователь у нас тоже не администратор, но ему назначены права, соответственно, руководителя компании. Вот он у нас Пушкин. Значит, вводим пароль, регистрируемся под ним. Соответственно, мы видим, что здесь интерфейс тоже отличается от рядового пользователя. Здесь появляется вот такая вкладочка «Админ», но действий здесь уже меньше. То есть, вот господин Пушкин у нас может управлять пользователями, группами, может настраивать источники данных, откуда можно импортировать данные в систему. Но там, например, смотреть системные журналы, менять системные настройки, он прав не имеет. Ну, и также ему назначена задача. Вот у него уже есть права, например, смотреть схему процесса, он видит, на каком шаге в данный момент он находится. Правами можно гибко здесь регулировать, может также переназначать. Задачу. Ну, и также пишет отчет, что он все проверил. И завершает нашу задачу. Ну, и теперь вернемся в нашу систему под администратором. И посмотрим, что у нас осталось в системе, да, то есть у нас все задачи сейчас завершены, они пропали в интерфейсах пользователей по их текущим заданиям. Сейчас, секундочку, язык я переключу по-нормальному. Здесь у нас английский. Замечательно. Заходим в систему снова под администратором. Так, и, видимо, неверно, ввел пароль, да. Обращаю ваше внимание, система разработана в Турции. Локализацией занимается в том числе и наша компания. Вот некоторые служебные надписи еще не локализованы на русский язык. Здесь у нас достаточно свежая версия. Вот, но мы над этим постоянно работаем. И, как вы видите, 99% интерфейса нормально локализованы. Параллельно изучаем турецкий язык. Соответственно, задач у нашего администратора нет, но он может посмотреть список, как и другие пользователи, если им даны соответствующие права доступа, всех задач, которые в данном случае, например, он завершил. Вот, и, соответственно, допустим, мы откроем сам процесс, который мы с вами уже обработали. Вот он в данном списке сейчас появился. Можем посмотреть по нему информацию. Можем посмотреть, соответственно, какие задачи по нему были созданы. Вот, и при необходимости сюда также можно добавлять дополнительную информацию там по каждой задаче, когда была завершена, там тема и так далее, и так далее. При необходимости. Вот, это, как бы, ну, такой минимальный набор функционала, который можно посмотреть в системе, чтобы вас, как бы, не загромождать лишней информацией. Здесь можно делать также отчеты, можно делать информационные панели и так далее, и так далее. Но на сегодняшнюю демонстрацию у нас была основная задача – это посмотреть именно, как работает процесс. Более детальная информация, как уже Наталья говорила, есть на видеоролике. Вот, но, как бы, немножко забегая вперед, да, вот на видеоролике эти задачи, как бы, рассмотрены более детально, я запущу такой интерфейс, который называется «Редактор процессов». Вот, и здесь мы, соответственно, можем посмотреть нашу модель процесса. И, обращая ваше внимание, процесс строится вот из таких вот кубиков, которых большое количество в коробке имеется. Вот, там, точек старта процесса до различных действий, которые система или пользователи могут выполнять на разных шагах процесса. Каждый кубик можно открыть и настраивать его дополнительные параметры. Ну, вот, например, здесь задается, какая информация будет выводиться в список задач, когда задача находится на данном шаге. Здесь указано, на кого происходит назначение процесса автоматически, и так далее, и так далее. Здесь мы можем настраивать, какие атрибуты мы можем выводить на форму, которая у нас будет открываться на данном шаге процесса. Ну, и вот, обращая ваше внимание, вот здесь можно задавать конкретный интервал времени, через который на данном шаге процесс выйдет вот по этой вот красной ветке, и, например, сюда добавить какие-то ветки по отправке уведомлений. То, о чем я говорил. Процесс, связанный с задачей, тоже здесь можно посмотреть, можно редактировать. Значит, процессы можно редактировать на лету. При этом система автоматически ведет версионность процессов, то есть можно посмотреть всю историю, когда какие изменения, соответственно, в процессе производились. Для того, чтобы начать редактировать процесс, его нужно деактивировать. И, соответственно, деактивированные процессы. Здесь будет еще доступна вот такая функция «Тестировать». То есть вы, допустим, внесли какие-то изменения в процесс и хотите несколько пробных заявок создать в системе, это бывает на практике очень полезно, прежде чем эти заявки у вас начнут появляться в боевой версии системы. Вот вы тогда запускаете функцию «Тестировать», гоняете спокойно ваш процесс на примере нескольких заявок, и только после того, как вы активируете процесс, эти изменения, все его схемы перенесутся автоматом в боевую среду, а все тестовые заявки, которые вы создавали, они сохраняются только в тестовой среде и, соответственно, не портят вам статистику, например, как будто в отчетах. Ну и также любые атрибуты, которые отображаются у нас на окошках процесса, здесь можно создавать в любых количествах. Здесь можно вводить отображаемое имя, как этот атрибут будет отображаться на формочке пользовательского интерфейса. И, обращаю ваше внимание, здесь эту информацию можно вводить еще и на разных языках. То есть, если форму откроет человек с российской локали, он будет видеть окошко на русском языке. Если там, допустим, с турецкой локали, он будет видеть турецкую и так далее. Вот таким образом, очень коротко, как бы система работает и совсем коротко, как она настраивается. Более детальную информацию можно найти, как на нашем видеоролике, его можно рассматривать, как такой мини-курс молодого бойца, чтобы начать быстро настраивать наши процессы. Вот. И есть большое количество видеороликов также от вендора. Плюс мы со своей стороны готовы подключиться в случае необходимости и оказать вам помощь вот в таком вот, в том числе, удаленном режиме. Подключиться прямо к вашей инсталляции, посмотреть ваши процессы, что-то подсказать, помочь и так далее. Это все, соответственно, доступно в странах СНГ на русском языке силами нашей компании. Вот на этом все, что я хотел, в общем-то, рассказать. Если есть какие-то вопросы, то предлагаю перейти к следующей части, как бы, нашего сегодняшнего мероприятия. Мы готовы на них ответить. И мы, и специалисты из Турции от вендора, и наши специалисты из различных городов. Соответственно, коллеги, если есть вопросы, прошу задавать их в чат. Ну, а с моей стороны, спасибо за внимание и за участие в нашем мероприятии. Коллеги, если есть какие-то вопросы, да, пожалуйста, пишите в чат. Чат доступен. Мы сейчас будем ждать тогда вопросы, пока я их не вижу вот здесь вот. Если кто-то не готов задать вопрос прямо сейчас, вот здесь на экране есть наш e-mail, вот, и, соответственно, их можно будет отправить туда, и мы вам ответим в индивидуальном порядке. Вот, также при необходимости можем провести какое-то индивидуальное мероприятие конкретно для вашей компании, то есть более детально можно что-то рассказать. Общаться по вашим задачам, да. Хорошо, спасибо. Тогда вопросы мы тогда будем отвечать отвечать в индивидуальном порядке сейчас. Общих вопросов на вебинаре я не вижу. Спасибо вам всем большое за внимание, за уделенное... Так, новые сообщения. Сейчас, секундочку. Спасибо за презентацию, Кристина. Вам спасибо за внимание. Вот, надеюсь, чем-то были полезны вам. Вот, я думаю, что мы еще пообщаемся за кадром. Всем большое спасибо, всем хорошего продуктивного дня. Желаю вам уменьшить многозадачность в ваших головах, уменьшить загрузки и переложить все на автоматизированные бизнес-процессы. Вот, и хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Всем спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok